Ранним утром в Сергиевом посаде на площади перед военкоматом призывников провожали в армию. Это четвертая по счету отправка новобранцев с начала осени. По традиции ребят провожают напутственными словами офицеры. Это благородное дело, дело любого мужчины – отслужить, отстоять интересы нашей Родины. Военные говорят, что подавляющее большинство молодых людей будут служить недалеко от дома, преимущественно в Московской области. Мы все идем вместе, идем служить в доблестные вооруженные войска, в ВДВ. Поэтому родным хочу передать, чтобы ждали, и все будет хорошо. Сергей идет служить по личному убеждению. Его папа – десантник. В семье армейскую школу прошли все мужчины. Все призывники, которые у нас выходят на воздушные войска, они проходят в ВДП, в ВДП, в десантную подготовку. Все совершили прыжки, по три прыжка, каждый. Сын у меня совершил 26 прыжков с разных типов парашютов. Также первый разряд по боксу. Мне кажется, я с рождения уже знала и ждала, когда этот момент наступит. Готовилась к этому моменту. Поэтому, ну, легко, пока легко. Пока еще не ощущаем. Я скажу всем ребятам. Ой, тяжко тяжело не могу. С прошлого года молодым людям, которые не прошли военную службу до 27 лет, не имея на то законных оснований, не получают военный билет. Вместо него на руки выдается справка. А те, у кого нет военного билета, в дальнейшем не могут претендовать на муниципальную и государственную службу. Я вот хочу обратиться, и меня будут слушать родители, чтобы не прятали своих сыновей. Понимаете? 24 ноября в Ходькове будет проводиться родительское собрание. Мы стараемся, чтобы как можно все, кто до призывного возраста, попали в армию. Один год – это недолго. Внучка родного провожаю. Да, слава Богу, дожили. Служил сам и внуку. Желаю так же, чтобы все хорошо у него было. Не грустил, чтобы, самое главное, дай Бог, пусть Родину защищает. А вот те, кто прошел военную службу по призыву, имеют право на привилегии. Например, неконкурсное поступление в ВУЗы. Это четвертая отправка. Всего мы отправили 130 человек. Еще необходимо отправить 160. Обращаясь к призывникам, готовьте себя морально-физически к службе в армии. Каждый солдат, каждый мужчина должен пройти, прочувствовать все прелести военной службы. В это утро на сборный пункт в железнодорожной отправились порядка 30 человек. Провожали, конечно, все – друзья, мама, папа, родители, родственники. И все. Передать хотелось бы им, чтобы ждали, не забывали. Отслужу, как настоящий мужчина. Я из ПМК, это Ярославское шоссе. Ну, вы, по-любому, знаете, с нашего района. Какой посыл? Служите в наших войсках и добивайте успеха. Что в портфеле, то, чтобы мы, что и у всех. Перечень нам раздавали документов. Мама, по-любому, больше переживает. Поэтому я хочу сказать, мама, не переживай, все будет хорошо. Все они там в строю, их только что батюшка благословил. Скажите, пожалуйста, кого сегодня провожаете, собственно, с каким настроением мы? Сына провожают. Настроение хорошее. Все семью провожаем. Папа Андрей. Папа Андрей. Иди, ребята пришли провожать. Мы с хорошим настроением, мы уже давно ждем. Вот, наконец, дождались мы, когда собирались мы, да. То есть он с настроем пошел? Да, с настроем, конечно. Много сегодня слез было. Я вообще не плакала. Провожаю я моего брата Сашу. Пошли ему воздушный поцелуй. Призывная кампания продлится до 31 декабря. Попадеем! 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 Полина Иноземцева, Евгений Шевченко. Тема.